Крупный проект не способен выжить на энергии одного человека. Команды помогают не только облегчить ношу, но и способствуют всему процессу реализации идей. Чтобы повысить качество командной игры, нужно целенаправленно работать над этим. А для этого нужно знать слабые и сильные стороны ваших коллег. Если попытаться обобщить типы людей по их подходу к делу, то можно выделить мечтателей, исполнителей и градуалистов. Мечтатели — это люди, способные генерировать идеи в огромных количествах. Так как они склонны превозносить свои замыслы, они страдают от того, что редко реализуют их до конца. Как правило, окружающие восхищаются их работами, но они часто нарушают установленные сроки. Коллегам из категории исполнителей важнее процесс осуществления идей. Они любят продумывать каждый шаг, каждую деталь. Таким людям лучше доверять роль организаторов и распорядителей, так как, к сожалению, новые идеи даются им со скрипом. Градуалисты — это самые способные личности. Они могут выступать как генераторами идей, так и исполнителями. Однако главный их недостаток в том, что они пытаются одновременно жонглировать большим количеством проектов, из-за чего очень медленно продвигаются к цели. Бросать свои затеи им тоже не хочется, так как они надеются, что одна из них обязательно обернется громким успехом. Каждая из вышеперечисленных категорий имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому важно, чтобы в вашем коллективе приветствовалось разнообразие, которое бы способствовало деловой гармонии и творческому балансу. Мы всегда рады, когда среди сотрудников есть идейный вдохновитель, своеобразный источник позитивных эмоций. Экстраверт, способный сплотить весь коллектив из любви к делу. Однако исследователи Калифорнийского университета Лос-Анджелесе определили, что хорошей команде нужны и интроверты. Несмотря на то, что они от природы гораздо медленнее вливаются в коллектив, со временем они становятся одними из самых весомых людей. Как раз тогда, когда популярность экстравертов начинает идти на спад. Для успешной работы коллективу нужны не только мыслители, которые видят весь проект в целом, но и те, кто разбирает его на детали. Люди с масштабным видением незаменимы при мозговых штурмах и решении проблем. Но когда дело касается выявления ошибок и недосмотров, не обойтись без тех, кто способен досконально проанализировать весь процесс. Присутствие скептиков на обсуждениях дел также чревато неприятными и сложными вопросами. Но этим самым они приносят большую пользу в выявлении недочетов. Установить крепкую связь в коллективе помогают разнообразные совместные мероприятия. Очень важно, чтобы коллеги общались не только в рамках формальных совещаний, но и сидя за рабочими столами, стоя в очереди в буфет и вместе праздновали победы. Не стоит также полагать, что сугубо мужской коллектив — это залог победы. Анализ 2400 компаний по всему миру в 2012 году выявил, что команды, в которых присутствует хоть одна женщина, добиваются больших высот. Как вы видите, разнообразие в команде делает работу коллектива более выигрышной. Главное, чтобы оно было обосновано и строилось на принципе дополнение слабых сторон сильными. Ну и, конечно, чтобы все мыслили продуктивно. А как же иначе? До встречи!